Нурсултан Азарбаев провел встречу с министром национальной экономики Тимуром Сулейменовым. Глава государства ознакомился с итогами экономического развития за первый квартал текущего года и влияние мировых процессов на экономику Казахстана. В беседе Нурсултан Азарбаев подчеркнул важность стратегического планирования и прогнозирования в процессе подготовки и выполнения государственных программ. Министерство является центральным. Текущие дела, над которыми вы работаете, мне все понятно. Это то, что мы занимаемся каждый день. Но задача министерства смотреть вперед. Программы должны идти, само собой разумеется, все, которые у нас есть. И вот в свете последних пяти инициатив, что делается и что дальше мы должны делать, министерство должно проделать для всех. Министр национальной экономики, в свою очередь, рассказал об экономических показателях по итогам прошлого года. Рост составил 4% и представил отчеты о текущей деятельности министерства. Доложил о санкциях, которые были наложены на Российскую Федерацию и их экономический эффект на нашу страну. Также кратко доложили о первом квартале. Первом квартале экономика выросла на 4,1%, то есть это выше, чем по итогам года. Сохраняется инфляция на низком уровне, порядка 7%. Глава государства дал ряд поручений активизировать работу, связанную с развитием экспорта, активизировать работу, связанную с исполнением государственных программ, обеспечение транзита. Глава государства подписал изменения в некоторые законодательные акции по вопросам занятости и миграции населения. Согласно документу, в Казахстане создадут единую онлайн-платформу экстренной биржи труда. Кроме того, внесены поправки в закон о миграции населения. Теперь мерами государственной поддержки будут охвачены не только семьи переселенцев, но и они сами отдельно, в том числе не состоящие в браке. Этническим казахам теперь предоставится право подать заявление о продлении статуса уралмана однократно на срок не более трех месяцев. 49 граждан Афганистана пытались незаконно получить статус уралманов. Многие из них находятся в розыске. Об этом заявил заместитель председателя Нижней палаты парламента. На правительственном части в Мажелесе, посвященном проблемам миграции, Владимир Башко отметил, что Казахстану нужно впускать в республику лишь тех людей, которые необходимы стране, чтобы, цитирую, не топтаться на граблях, по которым ходят европейские страны. Граждане республики Бангладеш и Афганистана пытаются использовать территорию нашей страны для проникновения в Европу и оседания там на ПМЖ. Две транснациональные преступные группы через 85 зарегистрированных казахстанских компаний организовали канал массово-нелегального въезда из КНР в Казахстан. Несколько казахстанских торгово-развлекательных центров могут закрыть из-за грубейших нарушений правил пожарной безопасности. В суды уже направлены иски о приостановке деятельности 16 объектов. Как сообщили в МВД, на сегодняшний день по всей стране проинспектировано 460 ТРЦ, на которых выявлено более 6000 нарушений. Лидируют по этим показателям Алматы, Астана и Карагандинская область. Недобросовестных предпринимателей уже оштрафовали на 7,5 миллионов тенге. Но внеплановая ревизия объектов массового скопления людей продлится до конца месяца. Недостаточное внимание руководителей торговых центров, наверное, к своей собственной безопасности, к безопасности граждан, которые посещают их и на чем строится их бизнес, приводит к таким повторным нарушениям. Потому что постоянно находиться нашему сотруднику или инспектору на объекте непозволительно законом. На сегодняшний день он имеет право только один раз в году проверить. Лига арабских государств осудила предполагаемое применение химического оружия в сирийском городе Думе. В организации призвали к международному расследованию случившегося. Такое заявление сделал министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель Аль-Джубер во время заседания глав государств членов Лиги в Дохране. Участники встречи также обсудили необходимость выработки общеарабской позиции по ударам США и их союзников по Сирии. Однако согласия в этом вопросе достичь не удалось. Ракетные удары осудили Ирак, Ливан и Алжир. В то время как Саудовская Аравия, Катар и другие члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива одобрили действия коалиции США. На заседании также выступила глава дипломатии ЕС Федерико Могерини. По ее словам, у сирийского конфликта есть единственное решение – политическое. Мы решительно осуждаем применение химического оружия и считаем это преступлением. Необходимо организовать независимое расследование. Евросоюз и входящие в него страны поддержали все соответствующие и эффективные усилия, направленные на предотвращение использования химического оружия. В то же время мы прекрасно знаем, что единственным решением войны в Сирии является политическое. После семи лет в этом не должно быть никаких сомнений. Лидер правящей демократической партии социалистов Мило Джуканович одержал победу в первом туре президентских выборов в Черногории. По предварительным данным, за него отдали свои голоса 56% избирателей. На втором месте кандидат от оппозиционных партий Младен Боянич. Его результат – 32% голосов. Остальные претенденты набрали меньше процента. Ожидается, что окончательные данные избирком объявит в течение нескольких дней. Новоизбранный лидер государства посвятил свою победу европейской Черногории. И, как заявил Джуканович, приоритетом его будущего мандата станет вступление в ЕС. Напомню, политик пять раз занимал пост премьер-министра, а с 1998 по 2002 годы он уже находился на посту президента. Именно при нем страна вступила в НАТО. Теперь срок его президентства составит еще пять лет. Мы выполнили обещание и получили еще одну победу в пользу европейской Черногории. Это в очередной раз доказывает приверженность нашей страны двигаться по европейскому пути. В Эквадоре арестовали 43 членов группировки, ответственные за похищение и убийство двух журналистов и их водителей. Об этом сообщили в местных СМИ со ссылкой на представителей правопорядка. Сейчас власти по-прежнему ищут лидера преступной организации. За его поимку объявлено вознаграждение в 100 тысяч долларов. И это вдобавок 148 тысячам, предложенным колумбийскими властями за любую информацию, которая поможет ликвидировать или арестовать преступника. Напомню, 27 марта двоих журналистов в эквадорской газете «Коммерсио» и их водителя похитили во время работы над редакционным заданием неподалеку от границы с Колумбией. Позже власти Эквадора официально подтвердили их гибель. Мы задержали 43 человека, которые выполняли разные функции внутри преступной организации. В их деятельность входила и контрабанда наркотиков. Во время спецоперации также нашлись запасы оружия. Телевидение в Узбекистане освободили от контроля спецслужб. По должности заместителя председателя национальной телерадиокомпании страны по вопросам безопасности упразднили. Об этом сообщили в канцелярии телерадиокомпании. Напомню, такая же реорганизация произошла и в Духовном управлении мусульман этой страны. 19 января президент Шавкат Мерзиоев раскритиковал кураторов спецслужб, которые держат деятельность всех госорганизаций и учреждений в этой стране под тотальным контролем. Продолжаем. Пользователи сети призвали бойкотировать кофейню Starbucks. Причиной этому стал инцидент в одном из заведений сети в Филадельфии. Молодые люди, афроамериканцы, ждали друга и ничего не заказывали. Менеджер потребовал, чтобы они покинули кафе. Посетители отказались. В ответ на это сотрудники Starbucks вызвали полицию. Хэштег «Бойкот Старбакс» стал одним из самых популярных в американском сегменте Twitter, сообщает CNBC. И более того, люди устроили акцию протеста внутри и снаружи заведения, обвинив сеть кофейн в расизме. Представители компании извинились за случившееся и отметили, что пересмотрят правила поведения в кофейнях. Одна из причин, по которой я пришел сюда протестовать, это непризнание комиссарам полиции, что они сделали что-то неверное, задержав молодых людей. Есть тенденция, когда к кому-то проявляется неуважение по расовому принципу. Система наказывает того, кто не сделал ничего плохого, а сам нарушитель остается безнаказанным. И вот в таких случаях полиция должна действовать справедливо. У них должно быть хоть немного предвидения, чтобы осознавать, к чему может привести то или иное действие. Сергеевское водохранилище на севере Казахстана переполнено. Перелив под гребнем плотины составляет метр тридцать сантиметров. По словам спасателей, паводковая ситуация в регионе находится на контроле. Угрозы подтопления населенных пунктов нет. Сейчас сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям занимаются профилактикой. Дополнительные силы из Козлардинской и Жамбылской областей не пригодились. Все спасатели, которые приезжали на подмогу северянам, отправлены домой. Угрозы пока нет. Но воду примерно с Сергеевского водохранилища, которая начала сбрасываться в течение недели, где-то будет уже подходить к городу Петропавловску. Личный состав департамента ежесуточно находится на дежурстве в кризисном центре. Также и служба гражданской защиты области находится здесь. Леса Кыргызстана стремительно сокращаются. Экологи говорят, что шанс сохранить биологическое разнообразие еще есть. Но меры для этого нужно принимать не плановые, а экстренные. Наш собственный корреспондент Бакыт Чермаш выяснял причины надвигающейся экологической катастрофы. Еще полтора века назад общая площадь лесов нынешнего Кыргызстана составляла 15% от всей территории. Этого было достаточно, чтобы локальная экосистема была жизнеспособной и могла обеспечить комфортное проживание как людям, так и представителям местной флоры и фауны. Но сегодня лесов стало меньше ровно в три раза. Природный баланс нарушен, за чего мельчают реки, исчезают редкие виды растений, сокращается поголовье животных, обитающих в горных лесах. Если улучшить состояние лесов, то будет улучшено и состояние пальбищ. Тогда в целом все... И тогда будет улучшено состояние всех водоемов, рек, озер и так далее. И тогда у нас действительно Кыргызстан снова вернется в состояние экологического природного рая. Но экологов слышат только энтузиасты и патриоты страны. На деле же идет нещадная вырубка лесов, причем всех видов. Хвойные деревья чаще всего используют в строительстве и быту. Орех и кап нужны для производства мебели. Десятки фактов незаконной вырубки зарегистрированы многочисленными экологическими организациями по спасению лесов. По словам активистов, деревья нужно спасать не только для сохранения биоразнообразия, но даже для безопасности людей. Вспомните, особенно в прошлом году, сколько чрезвычайных ситуаций произошло на территории нашей страны. Сколько оползней произошло, сколько жизней забрали эти оползни. И высаживание деревьев в горных местностях, в горах, это также спасет жизни людей. И на самом деле резко улучшить климат в нашей стране, экологию в нашей стране, это очень важно. Есть еще одна немаловажная причина, по которой леса крайне важны. Это таяние ледников. Деревья чаще всего растут на высоте от 700 до 2500 метров. Ледяная масса будет таять гораздо медленнее, если общую локальную температуру будет сохранять горный хвойный лес. Чтобы привлечь внимание к этой экологической проблеме, активисты провели первый общереспубликанский форум под названием «Горный лес». Кстати, это мероприятие – часть общегосударственной программы под названием «40 шагов в новую эпоху». Таким образом, те, кто будут жить в эту эпоху, вполне возможно, увидят горный лес вживую, а не на картинке. Бакыч Рамаша, специально для Хабара-24, Бишкек, Кыргызстан. К 2025 году в Казахстане могут появиться до 100 особей туранского тигра. В своих расчетах эксперты ссылаются на данные Всемирного фонда дикой природы, который уже участвует в проекте возрождения этих животных. Но отмечу, что в нашей стране они были истреблены более полувека назад. В этом году начнется работа по подготовке к обустройству резервата. На эти цели выделено почти 120 миллионов тенге. В случае успешного завершения проекта, Казахстан станет первой страной в мире, вернувшей тигра в регион, где он был полностью истреблен. На первом этапе, например, обследования территории, выбора территории, важно создать экосистему, в которой сможет существовать какое-то счетное количество тигров, животных. Это значит, нужно туда завести, увеличить количество кабанов, количество оленей и другой жидкости, соответственно, растительности для этих животных. До последнего звонка чуть больше месяца, куда пойти после школы, Ружан Сарикбаева выбрала уже давно. Претендентка на Альтонбельге хочет заняться стандартизацией и сертификацией. Как и половина ее класса, Ружан намерена поступать в политехнический университет. У большинства основным критерием выбора специальностей – хорошие перспективы трудоустройства и шансы поступить на грант. В этом году больше грантов уделили на робототехнику, на технологии и информационные системы. Но все же стандартизация и сертификация, там также есть то количество грантов, и я думаю, что поступлю. Количество грантов на технические специальности в последнее время растет год от года, но такого значительного увеличения, о котором заявил президент, еще не было никогда. В прошлом году на технические специальности было выделено 13 тысяч грантов, в этом уже 24. 11 тысяч дополнительных грантов поделят. 7 тысяч для абитуриентов, 3 для магистрантов и 1 тысяча для учащихся докторантуры. Наш мониторинг показал за 5 лет последних, что количество грантов не влияет на проходной бал, потому что они востребованы экономикой страны, промышленными предприятиями. В прошлом году Карагандинский политехнический вуз, в котором учился и сам президент Казахстана, собрал десятую часть всех грантов страны для того, чтобы принять дополнительное количество студентов. В этом году здесь открыты новые специальности и укрепляют материально-техническую базу. А 95% выпускников сразу находят работу. Илана Чаус, Василий Савкин, Осета Саинов, Караганда, Хабар, 24. В Казарде о казахских народных традициях молодому поколению напомнили активные женщины региона. Члены общественного фонда в рамках реализации программы «Рухани Жангару» провели тематический вечер «Олы-дала-да-стюр-ле-реф», на котором презентовали обряды, связанные с воспитанием детей и сохранением семейных ценностей. Гостям продемонстрировали обычаи, связанные с рождением ребенка и уделили особое внимание нормам женского этикета, основанных на лучших национальных традициях. В программе вечера дефиле длинноволосых красавиц, на котором рассказывали об особенностях женских нарядов, украшений и причесок. Согласно древним традициям, они говорят о статусе хозяйки. Например, несколько мелких косичек молодые девушки носили до замужества, две косы после вступления в брак, а распускать их разрешалось только вдовам. Здесь же состоялась выставка ремесленников, на которой мастера прикладного искусства представили свои уникальные работы. Казахская женщина всегда была хранительницей всех национальных традиций и обычаев. Она, как зеницу около, берегла эти ценности национальные и передавала по наследству своим дочерям. К примеру, я могу много говорить о казахской килине. Казахская килин очень внимательная, очень воспитанная, очень аккуратная. Она с огромным уважением относится к тому шанраху, куда она пришла к килинам. Она очень рано встает, дает поклон старшим. Она никогда не перерекается, не прерывает старших. Она продолжательница великих традиций казахского народа. В завершение приятная новость для ценителей прекрасного. Международный балетный фестиваль пройдет в Астане со 2 по 6 мая. Мероприятие приурочили к 20-летию столицы. Танцоры представят номера в трех номинациях – классический, народно-сценический и современный танцы. В Астану съедутся 28 участников из 14 хореографических школ мира. Известно, что на фестиваль приедут танцоры из России, Японии, США, Китая, Латвии, Эстонии, Грузии и Азербайджана. По словам организаторов, фестиваль станет площадкой для обмена опытом между танцорами. Всего праздник танца продлится три дня. На завершающем этапе будут представлены лучшие номера участников. И пока у нас на этом все. До встречи в 18.00. Увидимся. Субтитры предоставил DimaTorzok